Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Мы с вами думаем, что человек это очень необычное млекопитающее, необычное животное. Надеюсь, все понимают, что человек это животное. Это не грипп, не растение, не водоросль, не вирус. Это действительно животное, как и другие животные. Мы должны есть еду, мы умеем двигаться, как другие животные. Человек это млекопитающее. Мы рождаем живых детенышей, выкармливаем их при помощи молока. Мы теплокровные, мы покрыты шерстным покровом, мы млекопитающие. Но человек – это очень необычное животное, и, возможно, вы считаете, что самая необычная черта человека – это его интеллект, его культура, цивилизация, его способность отправлять спутники в космос. В итоге, да, все, что началось в каменных орудиях, и совсем недавно, мгновение, если подумать с точки зрения длительности эволюции, существования нашей планеты, так недавно мы начали делать орудия, а вот уже запускаем спутники в космос. И это правда, и вы будете правы, если вы так считаете, но для меня, как для биолога, бросаются в глаза еще несколько фантастических особенностей. Ну, например, я могу вам сказать, что человек может обогнать любое животное, если будет идти на своих двух ногах подряд 100 километров. Человек может идти очень долго, без сна и отдыха, и у него удивительная экономичная походка, у нас очень необычные ноги, такие, которых нет у других животных. Это только один пример. Но сегодня мы поговорим еще про одну биологическую черту человека, которую по-настоящему изучили только в последние десятилетия. Какие-то очень важные открытия были сделаны буквально в последние 10 лет. У человека очень необычная система размножения. Это включает в себя его физиологию, его анатомию даже. И даже про анатомию системы размножения, про анатомию наших половых органов мы узнаем новые вещи в 21 веке. Настолько совершенными делаются наши методы исследования. И у человека очень необычное поведение. Вот поведение млекопитающих, то как они ухаживают за детенышами, как они находят брачного партнера, как устроен ритуал ухаживания, как они выбирают брачного партнера, сколько раз в году или за жизнь они меняют партнера. У разных млекопитающих разные системы размножения, разные стратегии, как оставить больше всего плодовитых потомков. Вот это же главный приз в гонке за выживание. Размножиться и оставить больше плодовитых потомков. Так вот, у человека, как выясняется, у его предков, очень необычных двуногих обезьян, которые жили в Африке, австралопитеков, у человека необычная система размножения, и она в значительной степени определила наш успех. Именно благодаря вот этим странным чертам, о которых я сегодня буду говорить, которые очень сильно отличают человека от других животных, благодаря этим чертам мы выиграли в эволюционной гонке, благодаря этим чертам мы отрастили такой крупный мозг. Любовь в некотором смысле оказалась, романтическая любовь, как уникальная черта поведения, я подробнее расскажу, что ученые понимают под романтической любовью, уникальная черта оказалась в основе нашего эволюционного успеха, и оказалась в основе тех чудес, которые дает цивилизация. Довольно романтический тезис, романтический посыл, особенно для ученого, для человека строгого знания, я попытаюсь защитить сейчас этот тезис. Начну я вот с какого рассуждения, думаю оно будет понятным. Я спрошу вас, давайте задумаемся, для чего, сейчас даже скажу не любовь, для чего нужен секс, для чего нужно спаривание, для чего два организма должны найти друг друга в пространстве, прийти в контакт. И вы можете подловить любого вашего собеседника на незнание, азов биологии, если он скажет вам, что это нужно для размножения. Это грубая ошибка. Для того, чтобы размножаться, гораздо проще почковаться, размножаться делением. Это гораздо менее затратный, гораздо более эффективный процесс, который дает очень быструю прогрессию. Умножить на 2, умножить на 2, умножить на 2, 8 потомков, 16, 32. Это будет очень быстро и очень незатратно. Ответ неверен. А какой же верный? Верный ответ. Секс и спаривание, вот эти встречи организмов, обмен генетическим материалом между ними, нужен для создания разнообразия. Если вы будете клонировать себя, вы наделаете огромное количество копий себя, как агент Смит из фильма «Матрица». И это будет прекрасно, пока не изменятся условия. Чуть-чуть изменятся условия среды, и все агенты Смиту умрут. Возникнет новый вирус, который может убить одного агента Смита, он убьет всех. Для устойчивости и для эволюции очень важно разнообразие. Создать генетическое разнообразие. И для этого организмы должны научиться находить друг друга и встречать друг друга. Это чудовищно затратный процесс. Вообще, в природе, когда одно животное встречает другого, как правило, дело кончается тем, что одно другого съедает. И как минимум надо сделать так, чтобы не оказаться в зубах у своей избранницы. Как это случается с богомолами и пауками. Это мы платим очень высокую цену. За что? Для чего? Мы платим ее за то, чтобы выиграть в гонке за выживание. Идет постоянная борьба за существование, потому что ресурс ограничен. Претендентов на него слишком много. Борьба и приз этой борьбы не в том, чтобы выжить самому. Приз состоит в том, чтобы оставить как можно больше плодовитых потомков. Вот те, кто оставит больше, те выживут, остальные вымрут. И в этой гонке, в том, чтобы взять этот приз, существуют принципиально две стратегии. Если ты тратишь ресурсы на то, чтобы выиграть, ты можешь потратить их двумя способами. Ровно как в второй этой миниатюре, маленькие, но по три, большие, но по пять. Ты можешь выметать миллион икринок, как это делает Треска. И из них выживет очень мало. Тогда это должны быть маленькие икринки. Ты не можешь делать миллион больших икринок. Ты можешь делать очень много маленьких икринок и отправить их на волю судьбы. Так ты распорядился своим вкладом, своим ресурсом. Такая стратегия называется R-стратегия. Стратегия на то, чтобы как можно сильнее размножиться. А вот что-нибудь из этого получится. Вторая стратегия называется K-стратегия. Стратегия качества. Меньше потомков. Высокий вклад в потомство. Забота о потомстве. В надежде, что ты так повысишь выживаемость своих потомков. Ты родишь мало, но из них больше выживет. Давайте задумаемся, к какой стратегии очевидно относятся все млекопитающие. Безусловно, все приматы. И, конечно же, человек. Мы видим на примере наших ближайших родственников, скажем, шимпанзе, человекообразных обезьян, экстремальный пример K-стратегии в природе. Шимпанзе может второй раз зачать после родов только через 5 лет. Шимпанзе может рождать одного детеныша в 5 лет. Невероятно низкий темп размножения. Огромный вклад в потомство. Очень длинная и очень рискованная для матери беременность. Огромный крупный плод с крупным мозгом. Мы рождаем его, мозг должен полностью сформироваться до родов, он не умеет расти дальше после родов. А дальше, если мы породили на свет вот этот суперкомпьютер, мы должны бесконечно годами обучать его, чтобы стать взрослым. Вот волк, например, делается взрослым в 5 лет. 5 лет нужно, чтобы освоить все, что должен уметь волк. Это не как домашняя собака. Шимпанзе бесконечно длинное детство. 8 лет. Из них 5. Мать просто совсем прикована к малышу. Я думаю, слушательницы поймут меня, как это тяжело. Те, кто пытался работать из дома с прицепленным к ним младенцем. И это экстремальная ка-стратегия. Огромный вклад. Причем, встав на этот путь, вид животное не может свернуть с него. Оно может делать только больший вклад. А значит, рождать еще меньше потомков. И все равно увеличивать, увеличивать ставку. Это игра ва-банк. Представьте, если у вас есть единственный детеныш. Вы должны сделать огромный вклад в него, чтобы хоть что-то осталось от вас в следующих поколениях. И это очень рискованная игра, которую большинство приматов проиграли. Мы видим, что они начали вымирать. И шимпанзе, и гориллы, и орангутаны начали вымирать до наступления цивилизации. Сейчас мы их приканчиваем нашими вырубками лесов и уничтожением их естественного места обитания. Но большинство приматов начали вымирать до появления человека, до появления цивилизации. Потому, что при таких низких темпах размножения, любые изменения условий, любая эпидемия, любое изменение климата, любое изменение кормовой базы, моментально подкашивает популяцию. И больше ничего с этим сделать нельзя. На каком фоне появился человек? Откуда мы родом? Мы родом с очень сурового полюса К-стратегии. Мы родом из кризиса. Наш род, те необычные обезьяны, от которых произошли мы, были среди существ, которые всегда балансировали на грани выживания. Из-за их экстремальной К-стратегии. Прежде чем я перейду к этим странным существам, к австралопитекам, существование которых предсказал Чарльз Дарвин. Он предсказал, что когда-нибудь мы найдем в Африке таких обезьян, которых мы еще не видели, останки существ, которых сейчас нет среди нас. Человек не произошел ни от одной из современных человекообразных обезьян. Это наши кузены. Наши кузены это не наши предки. У нас есть общие предки с кузенами. Вот эти общие предки, которых так хотел найти Дарвин, но которых нашли на нашем веку. Это уникальные, очень интересные находки из Африки, которые в последние десятилетия повалили шквалом. Сейчас очень много новых австралопитеков. Прежде чем мы с вами отправимся в экскурсию в зоопарк этих австралопитеков, и познакомимся с их очень странной личной жизнью. Очень необычной личной жизнью. Я скажу еще два слова про личную жизнь шимпанзе. Две вещи. Первое. Если мы посмотрим на шимпанзе, мы увидим несколько драматических особенностей их личной жизни. Самец двое крупнее самки. У него огромные клыки. И у него нулевой вклад в потомство. Весь этот огромный вклад, о котором я говорил, энергетический вклад, который ставит весь вид на грань выживания, несет самка на своих плечах. Она несет бремя этой тяжелой беременности. Она выкармливает детеныша. У 90% видов самец несет вклад в потомство, помогает выкармливать птенцов. У шимпанзе не так. Как и у других млекопитающих. Самка может зачать ребенка, малыша, только в определенные дни. Эти дни называются овуляция или эструс. Я подозреваю, что многие слушатели путают ее с менструацией. Я чуть позже попытаюсь еще разложить это по полочкам, но давайте сейчас сосредоточимся просто на этом термине. Я думаю, если мы запомним один-два термина, за лекцию мы переживем. Итак, овуляция. Момент максимальной готовности к зачатию. Когда яйцеклетка выходит из фолликула, отправляется в путь по фаллопиевой трубе, и там может быть оплодотворена, внедрится в стенку матки, и начнет жить эмприон, начнет развиваться плацента. Всего несколько дней в менструальном цикле. Все млекопитающие рекламируют это событие потенциальным партнерам, потенциальным отцам. Те, у кого есть собаки, знают, что их собаки начинают пахнуть особенно. Владелец, может быть, этого не чувствует, но это чувствуют все окрестные самцы, все окрестные кобели и преследуют их собаку. Это явление называется эстральные флаги. Они могут быть запаховыми. Это эстральная реклама о том, что самка готова к зачатию. Но приматы – это визуальные существа. У них плохой нюх. Они смотрят глазами. И вы все знаете, что с ними происходит. Вы видели это в зоопарках. У приматов, у макак, у шимпанзе, у самок раздуваются седалищные мозоли. Ярко-красная попа. Она привлекает взгляд. Туго натянутая кожа, такая припухлость. И все самцы в стадии в этот момент сходят с ума и начинают драться. В этот момент выстраивается их иерархия. Видно, кто из них главный. И он имеет основной доступ к самкам. Правда, генетические исследования показывают, что часто за его спиной случаются пробои доминирования. Доминирование пробивается. И реально другие тоже оставляют свой генетический след. Но не суть. Важно вот что. Важно, что за миллионы лет самки тем самым отобрали самых крупных самцов. Самки вывели породу крупных самцов. Потому что выигрывали те, кто был крупнее, у кого были больше клыки. И он не несет вклад в потомство. Он не привязан к самке за пределами ее эструса. Она привлекательна по принципу ноль или единица. Все или ничего. Либо есть эструс, либо есть эстральные флаги, либо нет. Тогда она его не интересует. И его интересует следующая самка, которая сейчас в эструсе. Он там должен подраться с самцами. Вот такая структура размножения. И что же мы видим у австралопитеков? Мне нужно прерваться. И давайте постараемся за время перерыва не забыть, о чем мы говорили. Здравствуйте еще раз. Я Илья Кламановский. Я работаю в лаборатории биологии и политехнического музея. И что же мы видим у австралопитеков? Мы видим очень интересную вещь. Мы видим начало того... Это примерно сейчас, как выясняется, может быть даже 7 миллионов лет назад. И уже точно 5, и уже точно 4 миллиона лет назад мы видим совершенно другую историю. Другую личную жизнь. Если вы меня внимательно слушали, возможно, вы уже задались вопросом, а где у человека эстральные флаги? У человека есть такая интересная черта. Скрытая овуляция. Это ярчайшая, уникальная особенность. Очень странная. Очень сильно отличающая человека от других млекопитающих. Человек скрывает, его организм скрывает от потенциальных партнеров главный момент, когда самка, когда человеческая женщина рецептивна, готова к зачатию. И вот сейчас история, которую я расскажу, которую раскопали антропологи в последние десятилетия, это уникальная история. Это история того... Знаете, есть такое английское выражение, такая метафора экономического чуда. Съесть пирог и вместе с тем оставить его себе. Иметь возможность делать и более дорогих потомков, с крупным мозгом, в которых очень большой вклад, и вместе с тем больше их. Предки человека, австралопитеки, имели уникальную систему размножения, которая позволила им найти огромное количество дополнительных ресурсов. И в отличие от шимпанзе, гораздо чаще рожать. Это, собственно, главная идея лекции. Где взять ресурсы для того, чтобы рожать чаще? Если мне нужно было бы нарисовать такой метафорический символ человеческого рода, идущего еще от австралопитеков, я бы нарисовал женщину, но в руках у нее грудного младенца, и за подол держится тоддлер, да, за подол держится двухлетка, которая, может быть, еще не очень уверенно ходит. Но вот это уникальное достижение человека. Как он может себе позволить еще грудного младенца, если за подол все еще держится тоддлер? Как можно рожать раз в год, раз в два года потомков, которые потом делаются взрослыми, ну, скажем, в племенах, да, в 13 лет, которых надо все это время кормить, вынашивать, беременность еще длиннее, чем у шимпанзе, роды еще тяжелее, еще более рискованно, еще выше смертность. Откуда ресурсы? Кто за все это платит? Вот начнем с австралопитеков. Находки, которые мы сделали, показывают сразу несколько вещей. Я сейчас перечислю набор черт, а потом их объясню. Мы видим, самцы, да, крупнее самок, но чуть-чуть, процентов на 20. Клыки небольшие. Это значит, что там нет этих драк. Это уже указывает на скрытую овуляцию. Она, видимо, была уже у ранних австралопитеков. Нет этих драк. И, что самое важное, что предсказывал Дарвин, двуногая походка. Очень необычная, очень странная походка на двух ногах. Существа с обезьянными головами, обезьянным мозгом, маленьким объемом мозга. У них еще не было орудий. Почему-то выбрали ходить на двух ногах. Такой странный способ перемещения. Как мы можем объяснить этот набор фактов, которые нам сообщают просто скелеты, окаменевшие скелеты? Антропологи практически могут сегодня снять кино из жизни этих существ, как National Geographic, как BBC, могут снять кино, потому что через эти кости мы можем подсмотреть их личную жизнь. Мы все о них знаем. Вот что мы видим. Как писал один американский поэт, мы можем... Можно влюбиться в обгрызенный ноготь на большом пальце. Возникла очень странная вещь. Возникла романтическая любовь. Особый отдельный инстинкт, отдельный от полового влечения. Этот инстинкт живет в особом отделе мозга, направляется мощнейшими нейромедиаторами. От него можно умереть, от него можно сойти с ума. Мощнейший инстинкт, который требует выбрать романтического партнера не по принципу ноль или единица, не по принципу есть эструс или нет эструса, а по набору из 10 тысяч признаков. И возникает вот эта искра. Мы не знаем точно как. И одно существо делается зацикленным на другом существе. И, возможно, это взаимно. Но в этой ситуации у нас нету таких бешеных драк между самцами. Мы знаем драматические истории, но тем не менее не получается, что все самцы в таде австралопитеков сосредоточены на одной самке. Есть пары. Есть долгосрочные пары. Они не связаны только на время эструса. Самец привязан к самке этой влюбленностью на протяжении длительного времени. Он все время с ней. Низкая конкуренция между самцами. Значит, высокий совместный успех на охоте. Больше ресурсов, больше еды, которую они приносят и делятся со своими семьями. Постоянное присутствие самца около самки с детенышами. И высокий вклад самца в этих детенышей впервые среди млекопитающих. Высокий вклад самцам. Двуногая походка, которая экономит очень много энергии. Я говорил об этом в начале моего рассказа. Она очень экономична, потому что при таком перемещении мы очень мало передвигаем вверх-вниз центр тяжести. Мы несем его почти параллельно земле. Пройдитесь по комнате, представьте, вы почти не двигаете ваша макушка, почти не двигается вверх-вниз. Это очень экономичная походка. Они ходили на большие расстояния. Самки меньше тратили энергии на перемещение, на локомоцию. Значит, им просто легче было идти. Отовсюду, отовсюду мы видим новые-новые ресурсы, которые это стадо получает при такой измененной системе размножения. И вот она была присущей австралопитеку и ранним людям, ранним хомо, и пятикантропу, и хомоэректус. И мы видим ее у современного человека. Эволюция остановилась сто тысяч лет назад. Примерно столько, как считают генетики, наши гены больше не изменяются под действием естественного отбора, потому что люди стали гораздо лучше выживать. И те, кто раньше, кого вычеркивал бы естественный отбор, последние сто тысяч лет он больше не вычеркивает. Эволюция остановилась, но эта система осталась с нами. Есть специальные химические молекулы, которые заставляют нас сходить с ума и делать глупости, фокусироваться на сверхценности этого романтического объекта, привязывают нас к нему надолго, на всю жизнь. Это вопрос. Это вопрос того, какова наша генетическая организация. Потому что дальше, исследуя системы размножения у человека, антропологи столкнулись еще с одним сюрпризом. Из всего, что я сказал, ясно, что человек довольно моногамное существо. И, кстати, важный есть миф, что у древнего человека, у племен распространено многоженство. Современные данные говорят, что многоженство это исключение, это редкость. Они есть в некоторых племенах, в некоторых культурах, но даже там, где они есть, эти браки редки. Даже там, где разрешены полигамные браки, на их долю приходится лишь определенный процент браков, а большинство браков все равно остаются моногамными. Но вот что интересно, вот что подметили антропологи. Человек моногамное существо. Мы знаем такие примеры. Есть моногамные союзы у птиц, но они, как правило, пожизненные. И, как правило, не сопровождаются изменами. У человека странная система размножения. И сейчас я, наконец, впервые за лекцию сформулирую полную научную формулировку. Если вы выучите наизусть, вы сможете щеголять перед собеседниками. А потом я раскрою, что это значит. Система размножения человека описывается так, что этой системе размножения присуща эпигамная дифференциация, которая ведет к социальной, сериальной моногамии. А теперь раскрою. Что такое эпигамная дифференциация, мы уже знаем. Я уже сказал. Способность влюбляться в 10 тысяч признаков и долго оставаться с этим партнером. Дело не в эструсе, дело не в эстральных флагах. Есть скрытая овуляция, мы ее не видим, мы о ней ничего не знаем. Реальная социальная моногамия. Что это значит? Это значит вот что. Выясняется, что во всех культурах людям присущи измены, даже там, где за это отрубают головы. Антропологи говорят о двойной системе размножения. Человек действительно проводит большую часть времени с этим своим избранным партнером. Он возвращается и возвращается на эту кухню к этим макаронам по-флотски. Он к ним привязан сильными нейромедиаторами, окситоцином, чувством уюта и привязанности, которое может сменить романтическую влюбленность и несет высокий вклад в эту систему, в эту семейную систему. Но выясняется, что даже в обществе, где за это отрубают головы, люди рождают значительную часть потомков вне этого союза. Причем люди обоих полов. Они тем самым подстраховываются. Они должны быть уверены, что это их потомство. Если они не уверены в это на 100%, они должны часть этих яиц положить в другие гнезда. Это двойная система размножения, когда есть вот эта моногамия. Она социальная, но она не сексуальная. Того, что называется промискуитет. Какой это процент измен. И она сериальная в том смысле, что эти союзы могут быть непожизненными. Это может быть серия союзов. Например, два союза за жизнь или три союза за жизнь. Наложите на эту всю сложнейшую систему идею, что эти факторы могут быть выражены по-разному у разных людей в зависимости от их генов. Я начал с разговора о том, что в любой популяции все особи генетически разные. Это то, ради чего затеваются эти союзы. Ради того, чтобы разнообразить гены. И какие-то люди всю жизнь проводят в одном браке, и он не сопровождается изменами. Какие-то люди проводят жизнь в серии браков, в которых не было измен. А какие-то люди, может быть, проводят жизнь вне брака, и жизнь полностью состоит из постоянной смены партнеров. Люди могут в этом смысле различаться генетически. Такая очень сложная и интересная, яркая система размножения, которую мы только начинаем по-настоящему изучать. Но она, как читает антропологи, лежит в основе успеха человека как биологического вида. Давайте подытожим, что мы узнали сегодня. Любовь – это романтическое чувство, которое принадлежало всегда скорее в сфере деятельности поэтов и, может быть, отчасти философов. Сегодня изучается наукой, и именно наука открывает для нас рациональную основу этого, казалось бы, нерационального явления. С точки зрения зоолога, Любовь – это уникальный инстинкт, инстинкт, которого нет у других животных, который позволяет надолго, может быть, на всю жизнь, по очень тонкому набору признаков, сфокусироваться на одном объекте и считать его важнее всего на свете, вне зависимости от того, находится он в эструсе или нет, годен он для размножения или нет, принадлежать этому объекту и отдать жизнь за него. Самец интересуется самкой и несет высокий вклад в потомство, где низкая конкуренция между самцами и высокая кооперация. Благодаря всему этому самка может рождать больше детенышей, больше детенышей с крупным мозгом и длинным детством. Получается, что именно любовь легла в основе успеха нашего рода, нашего биологического вида и в конечном итоге предопределила судьбу цивилизации. Если вам интересно то, что мы сегодня обсуждали, вы хотите копнуть немножко вглубь, я рекомендую вам несколько книг. Я рекомендую вам книгу Аси Казанцевой, «Кто бы мог подумать о том, как работает мозг, в частности, в мозг влюбленного человека». Если вы читаете по-английски, я очень рекомендую вам книгу под названием «Ниса», там два «С» в середине, серию интервью с женщиной-бушменом о ее личной жизни, о ее судьбе на протяжении всего XX века, где мы можем больше узнать о том, как размножались наши предки, потому что бушмены считаются идеальной моделью первобытного человека. Я рекомендую вам найти на сайте ted.com лекцию антрополога Хелен Фишер, на сайте litres.ru мои лекции, которые я прочитал для лектории «Прямая речь». И еще есть старенькая-старенькая книжка, которая вышла в издательстве «Мир», которая называется «Люси», про австралопитека Афарского, про эту уникальную находку первого скелета австралопитека, из которой мы уже узнали почти все, о чем я сегодня рассказывал. Она такая в твердой обложке, вы можете найти ее на букинистических сайтах. С вами был Илья Кламановский, я заведую лабораторию биологии Политехнического музея. Мы говорили о романтической любви как об уникальной черте биологической адаптации человеческого рода. Лекции на Радио 1 Все области человеческого знания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин